Когда оценивается эффект неодевантной эндокринотерапии при рецептор позитивных опухолях, то уже в проекте 2001 года выполнял Ольган Хайрман, который сегодня выступал вместе с нашим институтом, а потом несколько наших исследований показали, что фактически почти половина из них больше больных не чувствительны гормонной терапии даже при высокой экспрессии рецепторов стероидных гормонов. Особенно, как показала работа Калиони, женщин при менопаузе только 30% отвечало на гормонотерапию в томоксифен плюс золадекс. Это говорит о том, что очень многие опухоли, по сути дела, исходно резистентны к гормонотерапии, несмотря на отнесение их к лиминальным подтипам. Когда это оценивает Сангалленд, то он ищет альтернативу в химиотерапии для таких больных, основанную на определении онкотайп ДЭКС. То есть, если по онкотайпсу шкала риска превышает 25, а раньше 31, эти больные нуждаются в химиотерапии, хотя формально отнесены к первой стадии и с высоким экспрессией рецептора стероидных гормонов. А вот рассматривается другой путь – преодоление резистентности с помощью известных факторов или изучаемых факторов, которые говорят о резистентности. Ну, а МТОР – сигнальный путь давно известен, и было несколько уже исследований, в том числе с оценкой ингибитора Аверолимуса. Это совместное исследование доктора Баселги. Сейчас он в Америке работал раньше, в Испании, включая наш институт. И было показано некоторое увеличение частоты полных ответов на сочетание литрозола тогда и Аверолимуса. Потом исследовался экзамистан плюс Аверолимус. Тенденция, но сказать, что вот там все проблемы решены, нельзя, потому что само лечение казалось очень токсичным. Но какое-то вот в этом направлении продвижение есть. Ну, вот опять КОКС и целый КОКСИП – это тоже два исследования. Но пока нельзя сказать, что они убедительны, они доказывают там высокую эффективность. Ну, мотации ПИК, там, 3СА, оцениваются уже при всех опухолях. И при гормонозависимых нормальных, и при экспрессии ХЕРД-2-НИО, оценивается как предиктор, так сказать, чувствительности. И даже при трижды негативном. Но нигде, так сказать, убедительных результатов, по сути дела, не получено. Только вот при последнем испытании, включающем фульверстрант и ингибитор, новый ингибитор. КОКСИП, какие-то тенденции, но это вторая там фаза исследования. И пока оно не завершено, и пока не ясен, так сказать, результат. Ну, кой экспрессии рецепторов ХЕРД-2 и рецепторов стероидного гормона давно известны. Две большие работы. Одна из них тандем с участием российских центров, и вторая 3.008 лапотиниб литрозол против одного литрозола. Там были хорошие результаты, но вот НАСКО, последний вот в этот раз, исследование не показало преимущества именно сочетания гормонотерапии и ХЕРД-2 и анти-ХЕРД-2 терапии в сравнении с таргетной терапией плюс химиотерапией. Все-таки для этих опухолей распространенных следует продолжить экордое исследование. И не очень убедительно вот это исследование, пересмотр исследования Кауфман-Беллы, которое вроде бы показало, но вот сейчас пересматривается, и там не столь хорошие результаты, как казалось. Сейчас вернусь назад. Значит, не работает назад. Следующее большое исследование, всем известно, с участием российских центров, сначала ПАЛОМА-1, потом ПАЛОМА-2, касающиеся циклинозависимых пеназ и препарата ингибитора. Вот опубликовано только что, и НАСКО докладывалось, результаты использования ингибитора, значит, ПАЛОМА-2 вместе с фульвестрантом. Результаты, как бы, безусловно, были высокими, и казалось бы, что вот здесь надо оценить снова вот этот сигнальный путь ПАИТ-3СЛИ. Но, как выяснилось, как при наличии этой мутации, так и при отсутствии результаты лучше просто от добавления палбоциклиба к хулиостранту. А никакой зависимости именно от экспрессии ПАИТ-3СЛИ нет. Поэтому он не может быть предиктором чувствительности гормонотерапии или преодоления резистентности. Ну, последний вот хорошо изучаемый фактор – это фактор роста фибробластов и препарата, который является ингибитором луцетинаб. Они исследуются сейчас в испытании второй фазы. Известно, что амплификация этого гена является как бы предиктором низкой общей выживаемости, ну, фактически фактором прогноза. И резистентности гормонотерапии. Но пока как бы не ясно, потому что исследование закончено, насколько будет эффективен ингибитор вот этого фактора луцетинаб. В общем, это исследование как бы даёт основание надежды. Ну, вот то, что касается гормонотерапии, неодевания. Мы сегодня уже говорили и я повторял, что когда мы оцениваем хердоэкспрессирующие опухоли, понятно, что 75-85% не рассматриваются как кандидаты для таргетной терапии. Но и среди тех 15-25% с экспрессией, там 3 пульса иммуногистохимические, далеко не все чувствительны в такой-то таргетной терапии, если не проводится одновременно химиотерапия. Чувствительность колеблется, и сегодня вот Вольган Хайрман показал, от 16 до 27%. Как это исследование НААХ, НИОСФЕРА, группа пациентов, которые получали одну таргетную терапию, тростозумаб и вертозумаб, без химиотерапии. Значит, здесь как бы надо понять, почему, так сказать, такое несоответствие и недостаточная чувствительность. Вот работа проведена Лизой Кэрри и Чарльзом Перу, который в прошлом году выступал в Сочи, показывает, что на всю группу пациентов иммуногистохимические, позитивные, так сказать, 3 плюса, фактически у одной трети всего действительно, так называемой, ХР2-инрич, то есть действительно высокая экспрессия вот этого фактора. И она особенно высока, если одновременно отсутствует экспрессия рецепторов стероидных гормонов. 51%. Значит, только эти больные, половина из тех, кто отнесен в группу с позитивными ХР2, чувствительны таргетной терапией. И у них действительно, вот при проведении даже такой обычной терапии, пакетоксал плюс трастозумаб лопоти, они 70% полных регрессов. А все остальные практически мало чувствительны к такому лечению. И очень важен вот этот доклад на АСКО и вот эти исследования, которые указывают на 6 возможных механизмов резистентности к терапии трастозумаба. Ну, попытки, так сказать, воздействовать на вот эти сигнальные пути, в том числе ПИА и ХРС, и оказались неэффективными. Воздействие на ангиогенез тоже неэффективное. Использование трастозумаба и абастина, биоцезумаба, не привело к получению результатов. То есть оказался путь неэффективен. Единственный механизм, который, возможно, будет работать, это иммунодободолирующий эффект трастозумаба. Ну, уже известно, что у пациентов с высокой экспрессией, я даю, примерно у 20 из них процентов, высокая интеллиграция опухоли Т-лимпоцитами СИДИ плюс 8, которые вообще сами по себе протекают неплохо, но при терапии мерцептином и химиотерапии эффект как бы наиболее выраженный. И, конечно, использование в том числе вакцин и так называемых ингибиторов чекпоинт вот при этих опухолях и трижды негативных опухолях, очевидно, улучшат результаты этой терапии. И вот вывод АСКО, который чётко говорит, так же, как Сангалин, что нет других биомаркёров пока, кроме рецепторов эстогенов, прогестерона, которые бы указывали на практический выбор лечения, но с учётом, конечно, стадии заболевания. Спасибо за внимание. Какие есть вопросы, Горь Фёдорович, прежде чем он начнёт выступать со следующим докладом в балете? Да, да, да. Балет чуть позже. Вы сейчас на балет идёте? Нет, я ещё буду здесь. У меня вопрос. Скажите, для неодевательной терапии используется комбинация херцептин плюс пертузумаб? Испомните мне мы? Терапия пертузумаб и херцептин. Ну, трансферзумаб. Значит, ну, мы участвовали в большом проекте «Неосфера», который включал три препарата. Дотсотоксел, трасстозумаб и дотсотоксел в разных сочетаниях. Там было, значит, там было четыре группы, одна из которых, вот, вторая группа, вот это три препарата и высокая эффективность, 45% полных регрессов. И была группа, сочетающая только трасстозумаб, херцептин и пертузумаб. Там на всю группу частота ответа была 16%. То есть, без химиотерапии даже вот такое сочетание не работает. Какая химиотерапия вы, какую химиотерапию вы предпочитаете? Химиотерапия дотсотоксела. Какую химиотерапию вы предпочитаете? У нас принят токсотер дотсотоксел. Мы чаще всего используем в своей клинике после 4-х отца 12 циклов паклитоксела по 80 мг. Спасибо. Какие-то редкие формы ракомолочной железы, чувствительные к эндокринотерапии. Что вы скажете по этому поводу? Ну, наиболее чувствительные как бы химиотерапии, это прежде всего трижды негативный опухоль, вам известно, но их шесть типов. И если их там делить по типам, то андроген, рецепторы. Вот то, что Людмила Григорьевна Жокова в своей диссертации показал, я думаю, она там об этом более подробно и четко изложит. Ну, последний мой вопрос. Это все еще исследование, и надо как бы получить окончательные результаты. Ну, конечно, их два позитивных тоже чувствительных, в том числе и токсаном, и таргетнотерапией. Владимир Федорович, последний мой вопрос. Я злоупотребляю, конечно, тем, что здесь сижу. Но вот в истории гематологии менялась морфологическая и генетическая классификация. Видите ли вы перспективу изменения классификации рака молочной железы? Ну, уже начато с трипл-негатив раком. Но что будет в следующем году? Вот гематология лимфомы, например, я вам скажу. Ну, огромный прогресс. Лейкозы. Огромный прогресс. То, что раньше было в общем понятии, сейчас делится уже, разделилось. И многие препараты созданы. Что вы думаете о перспективах? Как бы вот сопоставление даже классификации Сан-Галлина, который иммуногистохимический. Ну, Сан-Галлин, да. И классификации молекулярно-генетической уже показывает, что среди люминальных опухолей при молекулярном анализе встречается трижды негативный опухоль. Контоминация всех по типу. Среди опухолей с высокой экспрессией ХИА-2 и формально отрицательной рецептой рецепторов эстрогенов встречаются и люминальный А, и люминальный Б и трижды негативный. То есть идет постоянная контоминация. Поэтому, безусловно, будет новая классификация. Пусть она не сразу, конечно, она чрезвычайно как бы дорогостоящая для оценки, но неизбежно появится. Потому что там новые, как бы, мишени, на которые обычная химиотерапия или обычная таргетная терапия не воздействует. Ну, конечно, для дискуссий мы, когда вы уедете уже, наверное, а можно сейчас, мнение профессора Завалишиной. Да. Где она? Окей. Ну, она все знает, вы что. Спасибо большое.